МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! С вами Ирина Грибулина и программа 50 Плюс. Наше ток-шоу для тех, кто любит себя и ценит свое здоровье, кто хочет хорошо выглядеть, невзирая на возраст. Здесь вы найдете поддержку и подсказку. Мы ответим на интересующие вас вопросы в абсолютно разных областях. Итак, студия 50 Плюс начинает свою работу. А помогать мне будет команда наших экспертов во главе с Анатолием Ильичем Солудским, писателем, академиком, членом попечительского совета проекта 50 Плюс. И его дочкой Марии Солудской, председателем Ордкомитета и идейным вдохновителем уникального проекта 50 Плюс. Ну что ж, поговорим о плюсах зрелого возраста. Поверьте, их немало. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем старше мы становимся, тем реже заглядываем в свой паспорт. А на вопрос о возрасте лишь тяжело вздыхаем. В то время как многие гордятся своим возрастом. Вот, например, японка Мисао Окава. Ей в марте исполнилось 115 лет, и она внесена в книгу рекордов Гиннесса как старейшая женщина Земли. Как же уважать свой возраст и гордиться каждым прожитым годом своей жизни? Внимание на экран. Вот он, пришел в зрелый возраст. Дети выросли, стали самостоятельными. В карьере нет уже желания достигать каких-либо вершин. Грусть, апатия и депрессия. Что, молодость позади? Гоните проще негативные мысли. У зрелого возраста есть свои плюсы. Больше нет необходимости кому-то доказывать, что ты достаточно хорош. С возрастом приходит спокойствие и уверенность. Больше нет необходимости переживать и что-то кому-то доказывать. Вы можете быть сами собой. Дети выросли и разъехались. Наконец-то появилось время на себя. Разве не об этом вы мечтали, когда дети были маленькими? Займитесь каким-нибудь хобби. Можете вязать, рисовать, вышивать, делать все, что душе угодно. У вас замечательные друзья, проверенные временем. Теперь вы можете позволить себе чаще встречаться, устраивать посиделки. Если у вас нет любимого человека, опять же, все в ваших руках. Теперь вы точно знаете, каким он должен быть, и не пропустите его при встрече. С возрастом приходит мудрость и опыт и понимание того, что все в этом мире относительно. Вспомните проблемы, которые волновали вас 5 лет назад. Вы, скорее всего, улыбнетесь. Также спустя некоторое время вы будете относиться и к проблемам, которые сейчас считаете неразрешимыми. Движение – это жизнь. Всем знакома эта фраза. Правда ли, что в зрелом возрасте жизнь только начинается? Сейчас нам это докажет клуб спортсменов-пенсионеров. Внимание на экран. Здравствуйте, студия «50 плюс». Всем привет! Мы вам докажем, что жизнь в зрелом возрасте только начинается. И сейчас стартует осенний марафон «50 плюс». Мы бежим к вам в студию. До встречи! До встречи! Ну что ж, с нетерпением ждем наших спортсменов-пенсионеров в студии «50 плюс». Самый большой водительский стаж за рулем мотоцикла в России имеет жительница Нижнего Новгорода Лия Клюкова. Бабушка-байкерша не просто местная знаменитость, а легенда. Увлечения своих сверстниц она не разделяет. А вот ее жизнелюбию могут позавидовать люди гораздо моложе ее. И сегодня она в нашей студии. Встречаем Лию Клюкову! Проходите. Присаживайтесь. Здравствуйте. Присаживайтесь за наш белый диван. Скажите, сколько вам лет? Ой, мне всего-навсего 82 года. Как? Ну я бы никогда не сказала. Во-первых, мотоцикл. Такое увлечение необычное. И что думают ваши сверстницы и сверстники по поводу этого увлечения? А я у них не спрашиваю. Я сама знаю, что мне надо, что мне интересно по жизни. И что я иду своим путем. Лия, у нас сегодняшняя программа называется «Я горжусь своим возрастом». Вы гордитесь своим возрастом? Ну а чего гордиться? Я иду и живу так, как мне интересно. А когда вы в первый раз сели за рулем мотоцикла? Это было очень давно. Мне было всего 17 лет. И у меня был парень. Вот столько времени я уже за рулем мотоцикла. И в общем-то я не расстаюсь с ним. Ну всю жизнь, короче, самой ранней молодости. А скажите, моя дорогая, вот что вы посоветуете людям, которые уже в 50 лет опускают руки и начинают жаловаться на возраст, начинают ныть, теряют интерес к жизни? Вот что вы посоветуете таким пессимистам? Садиться на мотоцикл и ездить. Садиться на мотоцикл. Скажите, вот это очень опасный вид спорта. Вы не боитесь? Вы знаете, я уже привыкла бояться. Да, собственно, я и не боюсь. Вот за последнее время у меня какое-то чувство такое, что мне надо немножечко охранять свое здоровье. Потому что уже и возраст не тот, и реакция не та. Но все равно вот я очень люблю эту машинку. Спасибо вам огромное. А я иду за комментариями в Салутске. Машенька. Лия, уважаемая, очень и очень приятно, что у нас есть такие зримые примеры того, что в 50 жизнь продолжается. И она кипит, бурлит и мучится, как в вашем случае, на мотоцикле. Поэтому действительно низкий вам поклон от всех, что вы можете действительно вдохновлять своим замечательным примером. Во-первых, прекрасно, что такие люди, как вы, есть. Понимаете, в вашем... Это само по себе прекрасно. То есть это не значит, что вы являетесь образцом для продорожания. В том смысле, что в 80 лет все ездили на мотоциклах. Вот. Но тот факт, что вы можете это делать, сам факт внушает людям вашего возраста, вообще вот нашего поколения, внушает уважение и желание жить так, каким жить хочется. Вот это самое главное. Спасибо. Сейчас в нашей студии появится мужчина, который не просто гордится своим возрастом, а считает его подарком судьбы. Встречаем, Владимир Мастер. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас тема программы «Я горжусь своим возрастом». Расскажите, пожалуйста, почему вы гордитесь своим возрастом и в чем вы видите для себя прелести зрелого возраста? Ну, во-первых, я хочу сказать, что возраста я вообще не чувствую никакого. Ведь правильно говорили. Это абсолютно. Потому что я считаю, что вот каждый человек должен для себя поставить задачу. Вот, допустим, вот говорить, чтобы ты жил 100 лет. Я всем желаю жить 120, причем без болезни. А дальше уже как жизнь покажет. Вот, поэтому что я хочу сказать. Мы очень долго ждали внучку. Ну, как долго? Моя дочка родила в 33 года. И когда она родила Вику, нашу Викулечку, ей сейчас 4. Вот, мы от счастья не знали, просто не находили себе места. И вот сейчас, сейчас, моя супруга, с которой я живу 40 лет, Наталья, музыкант. Сегодня счастливей женщины моей жены я не вижу. Потому что она настолько вот счастлива. Она вся там внучка, внучка, внучка. И что я хочу сказать, что дети, внуки, и это настолько вот забываешь. Что такое возраст? Жизнь должна кипеть. Жизнь должна кипеть. Кипеть. Да. Вот и все. Спасибо вам большое. После небольшой паузы мы вновь вернемся в студию 50+. И продолжим гордиться зрелым возрастом. Оставайтесь с нами. С вами снова Ирина Грибулина и студия 50+. Мы продолжаем следить за нашими марафонцами. Внимание на экран. Бегут, бегут, мои дорогие. Зоя, как дела? Все нормально, немножко устали, но держимся под речком. Скоро будем в студии. А мы продолжаем. Имя первой женщины-таксиста Элизабет фон Пап. Она потеряла мужа, поменяла профессию, села за руль автомобиля. Причем было это в 1908 году. Обучалась она в берлинской школе автомобилистов. И сегодня мы очень часто видим женщин за рулем такси. Хотя до сих пор многие удивляются этому явлению. И вот наша героиня Валентина Вакастикова уже 40 лет сидит за рулем такси. Женское такси. Встречаем ее. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Присаживайтесь. Женщина-таксист. Мне до сих пор это удивляет, хотя я сама 23 года за рулем. Но вы, женщина-таксист, расскажите, какие плюсы зрелого возраста вы видите в своей жизни? Вы знаете, в любой жизни всегда нужно находить плюсы, всегда видеть хорошее, позитив. Все проблемы, все неприятности, болезни, родственников, все это надо уметь достойно перенести. Правильно? Вы согласны со мной? Вот у вас глазки на мокром месте. Ой, да я волнуюсь, честное слово. Поверьте, а сколько вам лет? Мне 59 лет. И я, знаете, я без своей работы, вот я настолько люблю работу, настолько люблю, что я, не говорят на работе, Валюша, там, Валентина, отдохни, куда ты так много работаешь? А я работаю не ради денег. Я вот, если сижу дома, мне чего-то не хватает. Тянет на работу. Переделываю все дела дома, там, все, и мне вот надо ехать. Я могу даже иногда выехать и просто так ездить, просто кататься, ездить по Москве. Валюша, а правда, что вас мужчины называют дюймовочкой на вашей работе? Ну, вы знаете, у меня рост метр пятьдесят, ну, маленький рост. Они, знаете, они даже когда-то давно, когда я работала в советское время на машине, они смеялись. Такая малышечка. Они говорили, вот едет машина, а за рулем никого нет. Это же у меня говорят, когда я сижу за роялем. Вот стоит рояль, а за роялем никого нет. Потому что маленькие женщины все равно. Правда, сильные. Честно говоря, я вот очень рада. Вот пришел вроде бы возраст, да? Пятьдесят девять лет, думаешь, так много, ужасно. А потом думаешь, а как хорошо, как интересно жить. Как захотела, почитала. Захотела в театр пошла, захотела в бассейн поплавала. Ведь столько много интересов в жизни. Конечно. Валюш, вот мне кажется, что осваивать азы автомобилевождения можно в любом возрасте. В любом возрасте, правда? И вот, кстати, по заданию нашей редакции, актриса Наталья Дрожжина пошла обучаться в автошколу. И сейчас мы посмотрим на экран и увидим, что же с ней произошло. Учиться никогда не поздно. Актриса Наталья Дрожжина точно в этом уверена. Я, в всяком случае, для себя решила так, что мне нужно пройти полностью курс обучения, все 50 часов, а потом попробовать уже потихонечку выехать в город. Программа «50 плюс» решила вместе с Натальей попробовать покорить русские дороги. Первый шаг – автошкола. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Иванович. Какое занятие? Вот нервничаю, конечно, ведь 40 лет не водила машину, представляете? Ну, говорят, не поздно учиться никогда. Так что давайте с вашей помощью начнем. Присядывайте, да. Итак, Наталья Георгиевна приступает к занятиям. Первое упражнение. И тут нас подстерегает первая ошибка – неправильное положение рук на руле. Руки правильно держите на руле. Вот, смотрите, здесь вот, видите, как правильно держите. Правильно, да. Да, постановка рук у Натальи Георгиевны еще неправильная. Но это со временем ошибка проходит, когда начинает делать упражнения. Это просто жизнь заставляет делать правильное движение руками. Продолжаем учиться. Вторая ошибка не заставила себя долго ждать. Стоп, стоп, стоп. Нейтралка. Вы допустили здесь большую ошибку. Вы это вступление пересекли. Если посмотреть на дорогах, очень многие нарушают вступление, где должны приходить люди. И, конечно, здесь мы отрабатываем это упражнение для того, чтобы не могли чуть повлечь за собой какие-то неприятности. Ничего страшного. Главное – внимание. Наталья Дрожжина продолжает с интересом заниматься. Ближе. Ближе. Да. И помягче старайтесь тормозить. Таким, там все лицом. Супляется и тормоз. Вот все. Когда в город выезжаешь, скорость уже там приличная. Не сравнишь с площадкой. Какая-то скорость есть. Можно просто машину колом поставить. И будет неприятно, если кто-нибудь взад машины может приехать. Из-за этого, конечно, надо к тормозу привыкать и тормозить плавно, аккуратно. Урок в разгаре. Кажется, что Наталья уже освоилась. Но вдруг происходит непредвиденное. И газу больше. Больше, больше, больше. Вот и... О, хорош. Не надо расстраиваться, но ничего страшного. Я испугалась. Да ладно. Так резко поехала, и потом тормоз, я просто испугалась. Ну, вы очень сильно на газ нажали. Машина у нее полетела. И она растерялась, конечно, растерялась. Сразу себя так чуть-чуть сковала. Внимание и навык придут. Главное – желание. Я очень нервничала. Ну, спасибо Владимиру Ивановичу. Я думаю, что надо учиться полным курсом. И к этому надо относиться очень серьезно. Отбросьте сомнения. Дорога зовет. Сегодня вице-президент гильдии актеров театра и кино России Наталья Дрожжина в нашей студии. Встречаем ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Спасибо. Спасибо. Как уроки. Спасибо. Наталья, ты всегда так прекрасно выглядишь. Спасибо, старалась. Но наша программа очень тебе благодарна за то, что уделила свое время. Согласилась на этот опасный эксперимент через 40 лет со здоровьем. А как я вам благодарна, вы даже не представляете. Я теперь смогу на дачу подъехать и можно отвезти, если он там левочку выпит. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот как замечательно. Наташенька, ну скажи, вот у нас программа называется «Горжусь своим возрастом». В чем для тебя плюсы зрелого возраста? Ну, как я вам скажу, я горжусь своим возрастом. Вот 65, я считаю, жизнь только начинается. 30 лет в браке с одним мужем. Это тоже много, я считаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Съемки, телевизор. Ну, первое, это завтрак мужу я подаю. Даже чай ложечкой мешаю. Мне приятница говорит, ну ты его балуешь. Ну, давайте его побалуем с утра. А он вас будет баловать целый день, особенно вечером. Эстетика отношений. А потом съемки, программы, благотворительность, дом ветеранов, кино, гильдия. Вот я и говорю, это о наших актерах пожилых, которых нельзя забывать. Вы знаете, им не всегда нужна материальная помощь, может быть. А позвонить по телефону, спросить, как здоровье. Давайте мы Наташу поаплодируем за то, что она очень много времени уделяет действительно ветеранам театра и кино, тем, которым так нужна наша забота и наше внимание. Наташенька, спасибо, дорогая. Спасибо. И вообще чудесная у вас программа. Вы знаете, после того, как я считаю, что все зрители, посмотрев эту программу, поймут, что для женщин возраста нет посмотреть на тех, кто сидит здесь рядом. Ну и на меня, конечно. Я думаю, для мужчин тоже. А за комментариями я хочу обратиться к нашим любимым экспертам Салуцким. Папа и доченька. Анатолий Салуцкий, Маша. Позвольте мне сказать. Я восхищаюсь тоже всеми, кого я сейчас вижу. Вот. И очень рад. Но у меня есть своя точка зрения, которую я его скажу всегда. Я категорически противник того, чтобы независимые мужчины или женщины начинали учиться водить автомобиль после 60 лет. А я с вами не согласна. И я вам объясню, почему. Потому что жизнь продолжается. У всех есть садовые участки. Всем нужно поехать на дачу, к внукам привезти продукты. И не всегда это удобно на электричке. Я уже не смотрю по сторонам, чтобы понравиться рядом водителям, которые в других машинах. А я слежу за дорогой, я соблюдаю правила, я не превышаю скорость. Я очень ответственно отношусь к тому, что я за рулем. А молодая, красивая, она тут у нее телефон, тут у нее зеркало, тут еще кто-то смс. Вот тут это я не соблюдаю. Но я хочу сказать, что точка зрения Анатолицы Волча очень популярна среди владельцев автошкол. Возрастных формально, возрастных ограничений у нас нет. Но действительно, потому что я много разговаривала с владельцами автошкол, приглашала их к нам на выставку 50+, кстати, которая будет 28 ноября, уже третья. Говорила, ну придите, покажите, может быть, какие-то специальные программы обучающие, протестируйте людей, могут ли они снова водить, не могут, способны. Говорит, мы боимся, потому что не дай бог что-то случится при обучении. А вот я считаю, что должен появиться наш. Нет, у нас с вами нет спора, но я еще раз хочу повторить. Но вы сказали мне точки зрения Анатолицы хочет человек, папа. Смотри, я же говорю о другом, о том, что начинать учиться, после начинать, потому что сейчас слишком сложное движение. Если человек водит-то с юности, это ради бога пусть водит сколько может. И тут нет никаких, у меня нет. Я согласна, что ты понимаешь, что речь идет об этом, о безопасности. Уилл, я вас обожаю, мы тоже за безопасность движения. Я сейчас вас примерю. У Маши спрятан знак. У Маши спрятан знак. Я предлагаю сделать знак, вот как в машинах, осторожно, дети. Осторожно, дети, да. 50 плюсов. Начинающий водитель. Покажи, Маша. Ну вот, на самом деле, действительно, ну, конечно же, мы, когда понимали, что действительно человек в возрасте 50 плюс, так говорить, у него подсаживается реакция. Уже в 45 я боюсь водить спортивную машину, а уж тем более там... Ну, я буду вам очень благодарна, если вы мне подарите такой знак. Обязательно. Я в свою машину обезу. Я обязательно его поставлю, и я думаю, что другие водители на этот знак очень обращают внимание. Личка, Валечка. Мари, дорогие, посмотрите, какой красивый знак. Нет, ну, это, конечно же, дизайнерские упражнения, и, кстати, на самом деле, действительно красивые, но если говорить серьезно, без шуток, проект 50 плюс сейчас выступит с такой инициативой, действительно. Потому что есть ряд причин, люди, действительно, 50 плюс, требуют больше внимания, уважения, в конце концов, на дороге со стороны молодых. Поэтому мы действительно сейчас выступим с инициативой, чтобы такой знак внедрить. Замечательно. И все желающие могли его приобрести. Мы только за. Ну что ж, говорить о плюсах зрелого возраста мы продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Спасибо. С вами снова студия 50 плюс. И мы продолжаем следить за нашими марафонцами. Внимание на экран. Все отлично. Мы почти добежали. Через несколько минут будем в студии. Какие молодцы. Ждем, ждем, ждем наших марафонцев. Конкурс. Как превратить увлечение в бизнес? Как совместить приятное с полезным? Сейчас об этом нам расскажет Анна Зайцева. Встречаем. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Тема нашей программы. Я горжусь своим возрастом. Вы гордитесь своим возрастом? Безусловно. Конечно, горжусь. Какие плюсы вы видите в вашем возрасте? Вы знаете, об этом уже много сегодня говорили. Но я еще раз хочу повторить. У нас появляется прежде всего время и огромное количество степеней свободы. Ну и потом еще раз хочу подчеркнуть, что любая женщина, да и любой мужчина, имеет тот возраст, на который он себя ощущает. Спасибо. Анна, мы здесь открыты. Сколько вам лет? 56. Замечательно выглядите. Спасибо. Я знаю, что у вас есть хобби, которое даже и переросло в бизнес. Вот расскажите поподробнее об этом. Ну, собственно, наверное, все девочки моего поколения, мамы их учили вышивать, связать, шить. Но тогда просто без этого было невозможно. Ну, хочешь нормально одеться, садись за швейную машину. И вот эти навыки, они в свое время как-то трансформировались. Мне было просто интересно. Я люблю делать что-то руками. Я так поняла, что из обычного рукоделия вы перешли к эксклюзивным сложным вещам. Вот я вижу, кажется, это ваша красота здесь стоит. Да, совершенно справедливо. Скажите, что это? Это кубольный дом. Масштаб 1 к 24 коллекционный. Ну, это небольшой секрет. Секрет? Да. И, так сказать, но сейчас я уже не только делаю вещи на продажу или на заказ. Я учу других людей заниматься различными видами рукоделия. Это такая красота. Вот мне хочется просто вот в этот домик заглянуть. А пожить вам в нем не хочется? Очень хочется пожить в этом домике. Вы знаете, это реакция всех, кто видит мои кукольные дома. Кто? Кто в теремочке живет? Там кукольные креслица, кроваточка. Там чайнички микроскопические. Это действительно такое удивительное искусство наше Аня. Браво! Спасибо. Присаживайтесь на диван. А я обращаюсь за комментарием к нашим салутским. Маша, ведь Анна, по-моему, как-то соприкасается с проектом 50+. Ну, мы же с самого начала создались для того, чтобы как раз собирать под свое крылышко вот всех замечательных таких людей, как в том числе и наша Аня. Вот третий год, надеюсь, будет у нас участвовать в выставке, которая будет 28 ноября. Маша, когда проходит и где? Еще раз расскажи выставка. Выставка проходит с 28 ноября по 30 ноября, то есть три последних дня осени, чтобы легко было запомнить. Иди. В экспо-центре на Красной Пресне выставка 50+. Это будет уже третья выставка. И у нас Аня и очень много талантливых, замечательных людей проводят мастер-классы, обучают своему ремеслу. И вообще, на самом деле, я уже не раз говорила, что это действительно праздник 50+. Где люди могут не только не стесняться своего возраста, гордиться им, а получать массу удовольствия. Массу удовольствия. Маша, а как можно попасть на вашу выставку людям, которые захотят ее посетить? На нашу выставку попасть абсолютно бесплатно можно, во-первых, это самое главное. Во-вторых, посмотрев на нашем сайте проекта 50+, www.50+, словом, всю информацию, и мы будем вас очень рады видеть, потому что, поверьте, это действительно праздник, который создает колоссальная команда людей и правительства Москвы. Как замечательно, что наш проект 50+, собирает под своей крышей, как вот в этом прекрасном, сделанном своими руками домике, всех талантливых людей зрелого возраста. Как хочется, чтобы все больше и больше таких людей приходило и к нам на программу, и на наши выставки, и гордилось своим прекрасным, зрелым возрастом. Мы продолжим наш интересный разговор после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Мы снова в студии 50+, и продолжаем говорить о плюсах зрелого возраста. А, Ерочка, извини, пожалуйста, но я хотела бы перебить тебя и всем сообщить нашим уважаемым телезрителям, что именно сегодня, 29 сентября, наша замечательная, умная, красивая ведущая Ирина Грибольна отмечает свой юбилей. Я хотела... Я хотела... Во-первых, разреши тебя поздравить от всей души. Спасибо. Анатолий Самуилович. Боже мой! Мой дорогой, спасибо! Папа, скажи просто, мы, Ирине, как дальше, какой ответ? Мы, во-первых, приготовили наш сюрприз. Да я уж вижу, я хотела скрыть... Но для этого, для этого придется вам, Ирочка, сесть на диван, и вам завяжут глаза. А я вообще хочу всем сказать, что это не просто юбилей, а нашей Ирине сегодня исполняется 60 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ И я, завязывая ей глаза, могу только сказать, что я даже и не могла мечтать, что у меня программа 50+, найдет такое замечательное воплощение женщины, человека, который по-настоящему может гордиться своим возрастом и быть настоящим, таким красивым, зримым примером того, что все еще впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая красота! АПЛОДИСМЕНТЫ Мои марафонцы, дорогие! А что, если сильно красиво, девочки, дорогие! Спасибо. Так, сейчас мы этот прекрасный торт. Как ты его несла? Он неподъемный, Зоя. Посмотрите, это просто произведение искусства. Спасибо! Вам сегодня 60, хоть и не скажешь так на взгляд. Бодра, свежа и всех модней. Спешим поздравить юбилей. Спасибо, мои дорогие девочки. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, девчонки. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Спасибо. Давайте посмотрим на экран, потому что тебя хочет поздравить Ангелина Вовка. Родная пиццессия. Дорогая Ира, ты отмечаешь в этом году юбилей, который для меня уже пройденный этап. Я не знаю, какие чувства овладевают тобой, но меня переполняет чувство восхищения твоими талантами, твоими удивительными человеческими качествами. Как женщина ты прекрасна, восхитительна, сексапильна, желанна, очаровательна. Как композитор ты очень талантлива. У тебя столько замечательных песен, которые поют звезды нашей эстрады. Как мать ты просто образец для подражания. Ты обожаешь свою девочку. Ты буквально носишь ее на руках и в мыслях, и, я уверена, тоже и в жизни. Я думаю, что со временем она будет благодарна тебе за ту любовь и за то тепло, которыми ты ее окружаешь. Как друг ты просто великолепна и надежна. Твое хрупкое плечо всегда ощущаешь, когда трудно и когда нужна поддержка. Ну, я не знаю, что тебе пожелать. Я хотела бы, чтобы ты еще долгие годы оставалась такой же молодой, такой же прекрасной, такой же ослепительной и на сцене, и в жизни, и с друзьями. Чтобы у тебя в жизни не было тех трудностей, через которые ты прошла. Трудности – это мягко сказать. Ты прошла жесточайшие испытания, но ты осталась доброжелательной, ты осталась обаятельной, ты осталась прекрасной женщиной, о которой, мне кажется, может мечтать каждый мужчина. И я тебе желаю в творчестве успехов, любви, люби и будь любимой. Пусть в твоей жизни будет все только на отлично. Я тебя очень люблю. С юбилеем. Ой, как привет! Спасибо! Но это еще не все. Так трогательно, аж прослезилась я. Пограммение продолжается, потому что сейчас тебя хочет поздравить народный артист СССР, твой любимый, Иосиф Каббон. Ой, как приятно! Внимание на экран! Дорогая моя юная Ириша, Ирочка. Конечно, я со многими твоими друзьями, родными, близкими и, конечно, с многочисленными поклонниками поздравляю тебя с днем рождения. Ты еще такая юная, ты еще такая молодая. У тебя еще так много предстоит. Тебе еще нужно написать песню, выдавая замуж Настю. Тебе еще нужно будет посвящать песни своим внукам, которые у тебя обязательно будут. Я тебе желаю счастья. Оставайся такой же неугомонной, такой же суетной, такой же дружественной, такой же обаятельной, такой же женщиной, которую мы тебя знаем и любим. С праздником тебя, дорогая! Ой, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Спасибо! Спасибо, мои дорогие! Следующее поздравление на этот раз лично пришел тебя поздравить в студию Александр Песков. Мой любимый, дружочек мой! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогой! Дорогой! Я тебя обожаю и отвечаю на ваш вопрос. Я не знаю, как вам стоять вообще. Давайте я вам подойду. Или как? Я сейчас в роли ведущей. Да, сейчас Маша в роли меня. Давайте посмотрите на эту замечательную, красивую молодую женщину. Да я на нее смотрю уже 15 лет. Какой 15? А что вы не можете не узнать? Нет, я не специально вру, чтобы все знали, сколько мы с тобой дружим. Вот смотреть на эту очаровательную женщину можно только по одной причине. Я лично обожаю сильных женщин в жизни. Вот это пример. Можно много фамилий приводить. Но вот она тот человечек, который, во-первых, не просто себя сделала, она воспитала великолепную дочь. Она дала возможность своим внутренним сердцем петь артистам те произведения, которые она родила, как дочь, в своей судьбе, в своей жизни. Она очень многое пережила. Никто не знает, сколько пережила Ирочка. Никто не знает. Я хочу сказать, что она в своем зрелом возрасте продолжает заряжать людей своих... Еще как! Еще как! Абсолютно верно. Никто не верит и никто не может понять, что такое возможно. Она мне сегодня говорит по телефону, ты меня не узнаешь. Я так похудела. Для меня это самое главное, потому что я ее разное видел. Но то, что сегодня я уже обижаюсь на нее, потому что я толще ее... Саша, вы же ее друг 15 лет, а я вы недавний друг, 25. Вы же можете больше сказать, какой она композитор, какая она замечательная певица, потому что я-то вот сейчас только ее вижу как ведущую нашей программы. Понятно. Дело в том, что композитор, наверное, сегодня в этой жизни человек-композитор, который музыку пишет, это, наверное, в нашей жизни это очень дорогого стоит. Потому что жизнь-то такая, что еще кто музыку писать не будет, кроме вот таких очаровательных женщин. Вы не представляете, я обожаю ее, когда она за роялем, когда она за инструментом. Помнишь, день рождения твоего было в этом Хамеровский центре? Там неважный инструмент, как он там играет, главное, как она это подает, как она свои произведения, песни подает. И то, что ее поют сегодня многие ведущие артисты, я фотографии видел за кулисами, мне просто честь, что я с ней когда-то был случайно знаком. Здравствуйте. Но она еще сваха. Знаешь, какая она сваха? Ира, это что-то новое. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас очень хорошая аура в жизни, в любви. Вот Феликс Сарикати, вот девочка моя, твоя девочка, извини, моя девочка. Мы родные люди в работе, в жизни, прошедшие огромные испытания, в начале жизни нищету и бедность, поездки за 3 рубля. АПЛОДИСМЕНТЫ Денег до сих пор нет. Сегодня твой день рождения. И тебя пришла поздравить твоя дочка. Я знаю, сколько... Это твой свет в жизни, это твое, это твое, это твое, я знаю, что он значит для тебя, этот маленький человечек, но уже не такой маленький, на самом деле, самостоятельная студентка, будущая актриса. И я очень хочу, чтобы она гордилась вот такой замечательной мамой. Открыто говорила, что ей 60, потому что ты действительно пример для всех. Встречайся, Анастасия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот где подарок. Я думала, ты учишься. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри, какая трудноценная картина, мамы и мочи. АПЛОДИСМЕНТЫ Прямо летающая связь с поколением. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я знаю, Настенька, что ты, конечно же, готовилась к сегодняшнему дню, потому что мы тебе сообщали о таком сюрпризе, и, пожалуйста, мы ждем от тебя песню. АПЛОДИСМЕНТЫ Для меня такой сюрприз, моя любименькая. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не буду плачать. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто, когда она поет, я всегда слезы роняю. Не буду. Буду радоваться. АПЛОДИСМЕНТЫ Специально для моей мамули я хочу исполнить ее песню, которую написала она и слова и музыку «Мама». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мама, какая же ты молодая. Смотришь с улыбкой, как будто бы в детстве. Тихо скажу я, тебя обнимая. Как хорошо, что мы вместе. Знаю, что часто тебя обижаю. Часто бываю, рискаю прямо. Грусти в глазах твоих не замечаю. Но я люблю тебя, мама. Как я хочу на тебя быть похожей, Быть самой нежной и добрым самой. Ты с каждым днем мне роднее и дороже. Я так люблю тебя, мама. Сколько тепла ты всегда мне дарила, Все понимая, любя и прощая. И ничего ты взамен не просила, Сердце свое отдавая. Звездочку с неба тебе достану, Вытру сединки твои лепестками. Самой лучшей на свете я стану. Я так люблю тебя, мама. Я безумно тебя люблю, мамочка. Я от всего сердца желаю тебе счастливой И никогда, чтобы ты не плакала. Только от счастья. Как я хочу на тебя быть похожей, Быть самой нежной и добрым самой. Ты с каждым днем мне роднее и дороже. Я так люблю тебя, мама. Как я хочу на тебя быть похожей, Быть самой нежной и добрым самой. Ты с каждым днем мне роднее и дороже. Я так люблю тебя, мама. С днем рождения! Как трудительно на вас смотреть, девочки. Спасибо, моя дорогая. А между прочим, Анатолий, ты молча ровно через полтора месяца 75 лет. Мне придется петь песню папы, Так что я заказываю. Обязательно, что я хорошо спою, Но буду стараться. Я с тобой поработаю. Настя, Ириша, вы продолжение. Спасибо, моя дорогая. Поздравление. Ирочка, ты у нас человек припубличный, И лицо 50+. Поэтому много коммерческих компаний Хотят тебя заполучить в рекламу своей продукции. Но мы пока мужественно стоим. И просто тебя сейчас придет поздравить Бренд-менеджер концерна «Калина» Елена Лезина. Но пока что просто от концерна «Калина». Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Елена. Ой, какая замечательная корзина. Подождите, давайте мы вас все-таки поставим. Где ты красненькая, зелененькая? Это я сегодня такая официальная. Я просто при исполнении первый раз веду программу. Леночка, сегодня 60 лет. Посмотрите наши ведущие. Вам, конечно, еще такой совсем юный. Наверное, трудно оценить. Но посмотрите, разве ей можно дать такой возраст? На самом деле, Ирина, это яркий образец того, что наши женщины могут быть прекрасны в любой ситуации и в любом возрасте. Спасибо. И, соответственно, я хочу вас поздравить с таким замечательным праздником. Держи. Спасибо. От себя лично и от косметической майки «Черный жемчуг». Спасибо. Пожелать вам всего самого хорошего, женского счастья, здоровья вам и вашим близким. Спасибо большое. А «Черный жемчуг», почему именно сегодня вы решили подарить именно эту косметику в 60-летии Ирины? Мы подобрали косметические средства специально для кожи зрелого возраста. И я уверена, что вам понравятся наши косметические средства. Они у вас на растительной основе? Конечно. Они содержат натуральные растительные экстракты, биоактивные экстракты, натуральные масла, а также комплексы доставки активных компонентов именно в те места, в проблемные зоны, где это действительно нужно. Замечательно. Спасибо вам огромное. И вот у меня просто профессиональный вопрос, потому что мне тоже ведь будет 60 лет. Сколько надо пользоваться? Как долго этим кремом? С какого возраста? На самом деле у нас широкая линейка, которая включает набор косметических средств абсолютно для любого возраста. То есть придя в магазин, вы можете подобрать средства для... А я вот могу вот этим черным жанчиком пользоваться в 45? Через 5 лет. Мы сможем вам подобрать средства для более молодой кожи, исходя из ваших потребностей. И вот что конкретно вот именно в этом креме улучшает структуру кожи? Во-первых, это двойной омолаживающий эффект. Двойной? То есть крем не только защищает от негативного воздействия окружающей среды, негативных факторов старения, но и помогает коже самоомолаживаться, то есть восстанавливает естественные процессы в коже. Ну, в общем, я так понимаю, то это солнце, плохая экология, все вот эти вот стрессы и от неправильного питания. Конечно. Все вот это вот прям... Короче, буду еще в два раза моложе, Маша. Это, кажется, невозможно. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо вам большое, что вы сделали такой подарок. И мы еще раз все вместе поздравляем нашу Ирочку с днем рождения. Спасибо. И желаем ей еще 60 дней. С днем рождения. Получить поздравления от Ангелины Волк, от Кобзона, от Пескова, от Салутских, от моей доченьки любимой, от моей аудитории, от своих зрителей. Всем огромное спасибо. Помните, цифра 50 и уже 60, очень условно. Это некая грань, когда человек начинает задумываться, как ему прожить вторую половину своей жизни. Как прожить долго, интересно и активно. Совсем скоро мы снова увидимся на телеканале «Москва. Доверие». Будьте счастливы! Спасибо. 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 Спасибо.